Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о пользе препарата еселен при выращивании домашней птицы. Еселеном я пропаиваю цыплят, но можно и даже нужно вводить его в рацион молодняка, а также взрослой птицы. Данный препарат предназначен для различных видов животных, но и сегодня я буду говорить о курах, вообще о птицах. В одном миллилитре препарата содержится токоферол, это витамин Е, 50 мг, и селен в форме натрия селенита, полмиллиграмма. Также дополнительные вспомогательные вещества. Срок годности препарата 2 года, с одним производством, а после вскрытия флакона храним 14 суток в сухом прохладном месте при температуре от 4 до 25 градусов, плюс, соответственно, отдельно от продуктов питания. Препарат выпускается в стеклянных бутылочках, емкостью по 50 и 100 миллилитров. Они герметично закрыты, закрываются резиновой пробкой, а затем закатываются алюминиевыми колпачками. Я просто протыкаю алюминиевый колпачок вместе с резиновой пробкой шприцом, набираю необходимое количество препарата, отстегиваю от иглы, разбавляю с водой и шприцом закрываю иглу. Таким образом, у меня получается, что препарат я практически не открыл в раннюю бутылку. Итак, про препарат. Еселен восполняет недостаточность витамина Е и селен в организме животных. Витамин Е, входящий в состав этого препарата, регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, а также он усиливает действие витаминов А и витамина Д3. Эселен оказывает положительное влияние на состояние иммунитета и общую сопротивляемость организма. Биологическая роль селена связана с его антиоксидантными свойствами. Введение препарата Е-селен в организм приводит к быстрому возрастанию содержания витамина Е и селена в организме животных, а также приводит к нормализации обменных процессов. Препарат применяют для профилактики и лечения заболеваний, вызванных недостатками витамина Е и селена. Их достаточно много и у них такие замудренные названия, перечислять я их не буду. К тому же я даже не знаю, что они обозначают эти заболевания. Единственное могу сказать о том, что при стрессах его применяют и стрессовых ситуациях у животных, также при задержке роста и недостаточном привесе, при инфекционных заболеваниях, даже после профилактических прививок и когда прогоняете глистов, тоже после этой процедуры можно пропоить еселеном, при отравлении нитратами, тяжелыми металлами и так далее. Соответственно, мы знаем, что кальций в организме птицы просто необходим, а усваиваться он не может без витамина D. А куры, как и мы, люди, витамин D получаем от солнца и пищи. Наверняка кто-то из вас сталкивался, что курица несет яйца с мягкой скорлупой. Несмотря на то, что ракушечник стоит в достатке и мел, может быть, мы кормовой добавляем в пищу. Это может произойти из-за того, что у птицы произошел сбой в усвоении кальция, что скажется на работе всего организма, в том числе на формировании костной ткани и скорлупы у яиц. К тому же, при клеточном содержании птицы совсем не видят солнце и, соответственно, у них не вырабатывается витамин D. Недостаток витамина D также вреден, как его переизбыток. Переизбыток витамина может привести к отложению кальция на стенках сосудов у птицы, что их сделает непроходимыми и отсюда могут возникнуть печальные последствия. Как можно определить избыток витамина D? Если на ней появились бугорки и вкрапления, поверхность скорлупы вся в пупырышках, это сигнал о том, что в организм поступает очень много витамина D. Наличие ракушки и прочих веществ, в которых содержится кальций, не гарантирует, что птица сможет его усвоить в нужном объеме. Поэтому главную роль в усвоении играет витамин D. При недостатке витамина D у птиц не только появляются яйца с тонкой скорлупой, а могут быть вообще яйца уже без скорлупы, просто в тонкой пленке. Под скорлупой, наверное, видели такую пленку. У птицы может нарушаться походка и координация движения. А также это может повлиять на эмбрионов, которые есть в яйцах, и в которые эти яйца вы в последующем заложите на инкубацию. Соответственно, это может повлиять и на молодняк. Недостаток витамина D. Если это произойдет, то получается большой процент не вылупившихся птенцов, а те, которые смогли вылупиться, будут рахитными, у них будут слабые кости, мягкие клювы, и с передвижением у них будут проблемы. Кстати, при недостатке кальция и сами куры начинают с трудом передвигаться. Особенно, когда по яйцеводу идет яйцо и забирает так необходимые курочки кальций. При выращивании бройлеров к наличию витамина D в корме надо отнестись еще ответственней. Так как у бройлеров ускоренный обмен веществ, потому что это кроссы, и потребность в этом витамине, как, впрочем, и в остальных, у них гораздо выше. Еселен – это препарат, который обладает одной замечательной особенностью. Он усиливает витамина D, позволяет организму бережно его тратить и экономить. Поэтому я очень рекомендую вам приобрести этот препарат и для профилактики пропаивать птицу. Как я применяю его? Я развожу на 1 литр воды 1 мл препарата. Для профилактики цыплятам начинаю их пропаивать с суточного возраста 1 раз в 2-3 недели. А молодняку и взрослой птице – 1 раз в месяц. А с лечебной целью необходимо поить 2-3 раза в неделю с интервалом 1-2 недели. В чем еще прелесть препарата? После применения никаких ограничений в употреблении куриных яиц и мяса нет. А даже наоборот, лишний селен, откладываясь к куриным яйцам, делает его только полезнее. Ну вот, я вам рассказал сегодня о препарате «Еселен». Пробуйте, используйте. На самом деле, я доволен результатом от его применения. Ну, на этом все. Всем спасибо. Всего доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok